Спасибо. С большим удовольствием я участвую в этой конференции. Я впервые в России, поэтому я буду говорить о скрининге шейки матки в Азии, и я буду говорить о реализации программы по HPV-скринингу в Китае. Вот это план моей презентации. А это следующий слайд. Я бы хотела говорить о встречаемости рака шейки матки в Азии, данной на 2012 год, распространенности и также распространенности в Африке и Америке. И если посмотреть на доходы, то страны с низким доходом имеют большее количество заболеваний, а страны с более высоким доходом показывают меньшее количество. Индия, Китай здесь, а бремя рака шейки матки таково, что всего в более развитых регионах вот такие цифры, 83 тысячи, это заболеваемость и в менее развитых, вот такая цифра. И существуют тренды заболеваемости за последние полвека в определенных категориях населения. Во многих азиатских странах мы наблюдаем постепенное снижение. Вот кроме Китая, здесь, на этом слайде мы наблюдаем быстрое увеличение, это в Азии. Люди спрашивают, а почему в Китае растет число случаев рака шейки матки? Это возможно в силу изменения сексуального поведения и повышения риска. Таким образом, каков оптимальный метод скрининга для рака шейкой матки в развивающихся странах? Здесь мы должны принимать внимание целевую популяцию, скрининговые тесты, частоту скрининга, диагностику, лечения. Здесь уже говорилось и назывались определенные имена людей, которые занимались этой темой. Один из них мой личный друг. И вот в Китае у нас тут тоже есть накопленные данные по скринингу рака шейки матки. И в качестве, вот в развивающихся странах визуальный осмотр с ацетиловой кислотой, это люголь-1 используется. Традиционное ацетологическое исследование. С 1999 года мы проводили популяционный скрининг на предмет рака шейки матки. Мы пытались найти наибольшие методы и механизмы для Китая. И вот это скрининговые сайты в Китае, в центральной части Китая они расположены, и в Кинджан провинции, где население не такое плотное. А это опубликованные данные оценки скринингового теста с ПОКС. Тысяча женщин приняло участие в этом исследовании. Это данные 1997 года. Мы были удивлены данными. Я еще раз говорю, что это данные 1997 года. 95% чувствительности при введении вот этого прямого теста на HPV. У нас была лучшая ацетологическая команда, созданная в Китае. И мы сотрудничали с американским фондом. Мы работали в очень слаженной команде. И впервые мы наблюдали такие мощные скрининговые тесты, которые могут обнаружить рак практически на 100% и 95% в данном случае. А здесь также очень хорошие ацетологические данные. И если мы объединяем их вместе, мы это называем ко-тестирование или совместное тестирование, то HPV в сочетании с thin preps создает нам 98% чувствительность. Это революция в какой-то степени. Мы объединили данные вместе. Эти данные были опубликованы в журнале по цитологии. И здесь мы видим очень хорошую специфичность, очень высокую чувствительность. Но что еще важно? В объединенном, так сказать, сведе это уже еще более высокий процент. Но была создана прекрасная, превосходная скрининговая команда. Но если мы объединим все эти данные вместе, еще более удивительное было 95% чувствительности. И специфичность 86%. Мы считаем, что время изменить нашу стратегию скрининговую. И мы должны, естественно, до этого поговорить о самом заборе образцов и говорить об объединенной чувствительности и специфичности. И вот было проведено 6 исследований. И были получены данные самозабора образцов. И 86% чувствительности было получено. Для женщин гораздо проще собирать жидкости, вагинальные жидкости. А вот здесь данные специфичности. После того, как мы собрали данные, мы начали проект «Старт» в сотрудничестве с США. Это доктор Джон Селлес, программа для соответствующей технологии в сфере здравоохранения. И ARCW, ВОЗ, это скрининговая группа из Леона, Франция. И, конечно же, несмотря на то, что существуют очень хорошие программы тестирования, мы подумали, а как это нужно имплементировать и применить к нашему населению. Вот именно реализация была важна. И вот я и мои коллеги говорили о том, как же использовать, допустим, простые тесты. И мы, в общем-то, стали работать над скрининговой технологией в режиме, в ускоренном режиме. Поскольку в результате было проведено исследование с участием нескольких стран, был разработан тест, его оценка и хорошие новости, мы получили официальное письмо от фонда Гейтс для начала. И в Индии была команда создана, также в Китае. И всего за эти годы мы ввели увеличение цифр с этими объекомандами. Мы вовлекли более тысячи женщин и сделали финальную оценку в 2007 году. Мы помним, что три года прошло со дня начала и до оценки. Вот и вице-участников команды. Джан Агусте, Джон Селлерс. Вот это Роза из Линдонской школы гигиены. Фил Кассел. И вот они приехали в Китай. А это оборудование, которое мы использовали, оборудование для тестирования вируса HPV. В принципе, все очень просто. Очень просто устроено оборудованием. Все это пример скрининговых технологий в сфере быстрого тестирования рака шейки матки и профилактики этого тестирования в рамках проекта «Старт». И вот это результаты прочтения. И очень легко было оперировать оператору такого оборудования. Здесь мы видим, что если зеленый, там вы продолжаете, если красный, вы останавливаете и регулируете это оборудование. А вот это окончательные результаты, которые были опубликованы в журнале по онкологии. Лансет, вот чувствительность, специфичность, очень хорошие результаты. А здесь мы после научных открытий, после результатов мы стали заниматься процессом регистрации в рамках китайского FDA. СФДА, все это касалось исследования Н-200. В июне 2010 года была сертификация. В сентябре лицензия СФДА. В августе 2010 года было посещение со стороны участников ВОЗ в Китае, в Шэнсене. В марте 2013 года был глобальный запуск на рынок. И мы получили предварительную квалификацию со стороны ВОЗ. также мы приняли участие в программе в университете во Франции на отделении гигиены. с этим. Вот как раз в Шанхае наша команда, а вот как раз жена смотрит, как происходит демонстрация нашего продукта. А это медицинский директор из фонда, фонда Мэрюкс. А это ответственный человек за работу в моей лаборатории. Это международная демонстрация в Индии, в Уганде. Мы представили результаты непосредственно ВОЗ, и были разработаны непосредственно рекомендации в отношении скрининга, в отношении валидации. Два основных показания. В Китае мы также хотим продвигать эту программу, программу скринирования. Также мы посылали статьи в журналы, в онкологические журналы. Вот эти два основных центра по скринированию, которые представлены здесь. Затем количество центров было увеличено до шести, и сейчас уже до сорока трех. Хотя мы представили наши результаты, достаточно убедительные результаты, но, к сожалению, мы не можем покрыть, так сказать, всю территорию Китая, все население, которое действительно нуждается, потому что мы смогли охватить только практически половину наших женщин. И в июле 2009 года правительство решило объявить о внедрении национальной программы по бесплатному скринированию женщин в сельской местности по выявлению рака шейки матки или групп риска. Практически 10 миллионов женщин было охвачено данной программой в течение трех лет. И затем в 2012-2013 года уже количество женщин охваченных выросло до 27 миллионов. А мы проводим как ДНК-тестирование, так и цитологическое скринирование. Здесь я хочу представить тех людей, которые поддерживали нашу программу. И мы представили убедительные данные и представили нашу технику по скринированию на вирус папиллома человека и рака шейки матки. Вот здесь вот показано, как внедрялась эта программа. Время, наверное, у меня уже подходит к концу. Это последний слайд. Я хочу сделать заключение, что тестирование на ДНК вируса папиллома человека – это первичная программа скринирования, которая может покрыть достаточно серьезное количество населения. нам необходимо улучшать и расширять наши возможности по организации центров. К сожалению, у нас не развита программа, скринированная в сельской местности, поэтому это наша слабая сторона. Конечно, вакцина против вируса папиллома человека не применялась в течение 10 лет, и сейчас необходимо нам изменять эту ситуацию и начинать вакцинирование совместно с ДНК-тестированием, ДНК-скринированием на вирус папиллома человека. Это так называемая всеобъемлющая программа по превентивным действиям. Мы также пытаемся в рамках нашей программы, в рамках нашего плана сделать скринирование доступными. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...